Спасибо. Вот такие реплики, такие комментарии. Ну, мы же не знаем, как он вкладывается. Если говорить о операциях типа currency board, то есть вывод прибыли из российской экономики, то я подозреваю, что именно с целью поддержания этих операций Набиуллина держит завышенный курс рубля. Вот она вначале спекулировала валютой, когда мы по итогам 2015 года заняли последнее место в рейтинге мировых валют по устойчивости. А сейчас это операция, соответственно, currency board. Потому что, ну, фактически речь идет о том, что спекулянты вкладывают в российскую экономику деньги, фиксируют прибыль на высоких процентах и выводят деньги. Единственное обязательное условие, чтобы рубль не упал за этот период. Ну, вот она и держит. Ну, вот она и держит. Она и держит. А как вы считаете, те деньги, которые покинули, я имею в виду российские, русские деньги, которые покинули пределы, собственно, страны, они могут вернуться? Ну, только в самое ближайшее время. То есть те, кто успеет их вернуть, у них есть шансы, когда обвал произойдет на западных рынках. Вот многие наши... Есть какой-нибудь приличный синоним к слову вор? Ну, вот как бы вот... Чудаки. Наши чудаки. Да, вот те, которые вывозили капиталы, они искренне убеждены, что если даже конфискация будет, ну, там вот пресловутые доклады, санкции к 1 февраля, туда-сюда. Второй пакет. То, поскольку они верные, как бы, служащие вот этого западного мира, то они могут там прийти в некое окошечко, показать свои результаты и отмолить. Вот у всех конфискуют, а у нас нет, мы же, как это, мы же верные, мы же... Ну, то есть вот на это расчет. На это расчет. Да, они не понимают. Механизм отбора будет другой. Механизм будет состоять в обрушении финансовых институтов. И погибнут все. Вот как на Кипре. В лучшем случае вы получите долю в уже несуществующем фактически финансовом институте. И ихние... Я прошу прощения. За подобный русский язык. Да, за подобный русский язык. У них будет окошечко, куда они смогут прийти и им вернут. Но наши даже не будут знать, где этот окошечек расположен. Я неспроста вас об этом спросил. На этой неделе разгорелись такие жаркие дискуссии по поводу выведенных из России капиталов. Телеканал «Царьград» был первым СМИ, которое еще пару месяцев назад, когда в Вашингтоне только приняли решение о втором пакете антироссийских, в первую очередь финансовых санкциях, особенно в части государственного долга. Так вот, мы обозначили крайнюю важность этой проблематики. Причем мы не занимаем радикальные позиции. Мы считаем, что необходимо найти тот инструментарий, который позволит репатриировать эти капиталы, на территорию страны, из которой, собственно, они ушли. Более одного триллиона долларов в офшорах у резидентов России. Более 100 миллиардов долларов русских денег в американских долговых обязательствах. Пришло время репатриации выведенных средств. Сегодня стало известно, что попавшие под санкции капиталы в будущем, в 2018 году, можно будет разместить в российских евробандах. Подробности в нашем материале. Возвращаемые в Россию капиталы под санкционных лиц в будущем году могут разместить в российские евробанды. Эта тема обсуждалась на совещаниях правительственных чиновников и сотрудников администрации президента. Министерству финансов даны поручения готовить предложения по этому вопросу. Источники не раскрывают авторов инициативы, однако знают объем потенциальных запросов на размещение. Это около 1 миллиарда долларов. А предельный предварительно заявленный объем спроса на репатриационные инструменты 3 миллиарда в американской валюте. Речь идет не о государственных облигациях, а о рыночных. Группа инвесторов может получить возможность размещать сбережения в виде квоты в выпуске еврооблигаций России 2018 года. Эти бумаги будут защищены от возможного предоставления третьим сторонам сведений об их владельцах. Технически это возможно. Еврооблигации, размещаемые на рыночных основаниях, будут обращаться только в пределах России. Михаил Ильич, я правильно ли понимаю, что у российского олигархата одна точка загорелась? Я ни в коем случае не нагнетаю и не злобствую. Я просто хочу, чтобы господа вернули на законных основаниях. Готов даже предложить амнистию, правовую, фискальную. Возвращайте триллион. Есть тонкость. Она носит абсолютно такой универсальный характер. Если есть некоторое количество людей, то из них 10% не воруют никогда. У них, понятно, не могут оказаться деньги в офшорах. 10% воруют всегда, хоть ты им руки руби, головы, не помогают. А 80% как все. И поэтому, как только была объявлена приватизация, всем было сказано, ребята, воруем. И по этой причине... Воруем? Воруем. И по этой причине значительная часть тех людей, у которых деньги в офшорах, они готовы отказаться от воровства, если скажут, а теперь не воруем. И им надо дать возможность вернуть... Потому что они потеряют все. Еще раз повторяю, вернуть нельзя будет ничего. Более того, у них будет страшная ситуация. Потому что с высокой долей вероятностью здесь начнут задавать вопросы. И говорят, вот вы украли, верните. А им нечего возвращать. Более того, у них есть долги. И более того, я подозреваю, что некоторые люди, которым они должны, не будут задаваться вопросом. Они будут говорить, нету денег, продавайте дом. Нету дома, ну смотрите, какие у вас симпатичные дочери. Давайте мы их продадим в бордель, и вы вернете долг. А если вы не вернете долг, мы их сами продадим. Ну и так далее. И это объективная ситуация. Поэтому они как раз... Им нужно дать возможность вернуть. Я понимаю, что те 10, которые воруют всегда, они не вернут. А вот остальные... То есть вот евробанды Минфина, о которых вот дискутировалась тема, тема, я для наших зрителей скажу, вот как раз вот в эти сутки у нас есть и своя инсайдерская информация. Мы знаем даже на каком уровне из вице-премьеров очень активно сейчас будируется этот вопрос. Ну ладно, я могу сказать. Господин Дворкович, именно там что-то, нечто такое стало происходить, что они... А давайте евробанды. А давайте поставки выше, чем ключевая. А давайте выше, чем банковский сектор предлагает. А давайте вот это и вот это. Более того, даже появились уровни по эмиссии этих бандов от 3 до 5 миллиардов сразу в моменте покупателей готовых. Знаете, тут я ничего не скажу. Я за этим рынком, а тем более нашим российским специально не слежу. Он мне не очень интересен. Нет, ну вы согласитесь, это инструментарий. Это инструментарий репатриации на законах основания. Если в этом триллионе будем считать, что, соответственно, примерно половина принадлежит тем людям... Понятно, кто без крыши, те воруют больше. Поэтому вот эти... Хотя этих людей больше, которые, если скажут не воровать, не будут воровать, но они в целом украли меньше. А то, ну хорошо, ну полтриллиона, да, напускай даже там 200-300 миллиардов. То есть этого, конечно, этого инструмента не хватит. Но тем не менее, я считаю, что мысль в общем правильная. Но пойдут олигархи. Не знаю. Беглые наши олигархи. Посмотрим. Которые непонятно теперь откуда должны бежать. Я очень рекомендую почитать биографии бывших царских сановников, как они жили в 20-е годы. Вовсе не все они стали жертвами страшных, соответственно, большевиков. Более того, подавляющая их часть благополучно умерла в своей постели. Но, скажем так, жизнь у них была не самая благополучная. В финансовом плане, поскольку советское государство их почему-то не поддерживало. Сейчас будет еще одна тема. У нас не так много времени остается. Это вот реально. Это реальная афера века. Ну, по крайней мере, последнего 25-летия. Об этом чуть позже. Я очень вас прошу не выключаться и не переключаться. А, собственно, к вам и обращаюсь посредством моей коллеги Марии Иваткиной. Какие реплики, вопросы, комментарии вы высказываете, узнаем прямо сейчас. Вы знаете, господа, судя по комментариям, я вижу, что не верят граждане России в репатриацию капиталов в нашу страну. Вот, например, Митяй пишет. Конечно же, отечественная олигархия не будет возвращать награбленную Россию. Правительственная верхушка сама в этом не заинтересована. Петр Иванов. Предлагаю вернуть Чубайса обратно в Америку. Пусть Медведева Шуваловым прихватят. Даешь процветание России. Но я думаю, этого достаточно. Тем более, что есть еще одна важная тема. Да, спасибо большое. Но вот с учетом того, что сказал Михаил Хазин, я думаю, что действительно, вот понимаете, это уже не разговор в курилке или на кухне. Это очень серьезная ситуация. Либо ты потеряешь все, и уж, простите за организм, не отмажешься и не найдешь то окошко, в которое необходимо обратиться, там, за пределами России. Либо был российская власть, особенно с учетом вот этих антироссийской истерии, тех санкций, пакетов, которые, я не сомневаюсь, будут реализованы. Потому что мы не отдадим Крым, мы не бросим Новороссию. Соответственно, они всегда найдут, к чему придраться. Есть вариант вернуть деньги, репатриировать. Как говорится, хозяин барин. Сами принимайте решение. Ну и напоследок. Не могу не затронуть тему одной из крупнейших банковских афер. Почти, господа, полтриллиона рублей из карманов российских налогоплательщиков будет направлено в топку, которую раскочегарил ЦБ во главе с госпожой Набиулиной. Сегодня выяснилось, что мегарегулятор декапитализирует банк открытия на 456 миллиардов рублей 200 миллионов. Об этом говорится в сообщении самого ЦБ. Согласно заявлению чиновников, декапитализация открытия позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и теми реальными обязательствами, которые есть у кредитной организации, а также позволит ей предоставить финансовую помощь, в том числе входящим в группу таким компаниям, как Росгосстрах и негосударственные пенсионные фонды, а таковых три. Кроме того, в рамках декапитализации предусмотрено выделение денег для формирования нового капитала ФК открытия. Озвученный регулятором размер декапитализации превышает предварительные оценки, которые давались, например, в сентябре замом Набиулина Василием Поздышевым. Тогда он заявлял, что на декапитализацию потребуется от 250 до 400 миллиардов рублей. Вот в общей сложности я вам докладываю. На втопку этой черной дыры под названием ФК открытия после озвученных сегодня цифр будет направлено более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Михаил Ильич, можете доступным языком нашим зрителям объяснить, как подобное возможно с учетом того, что вообще-то мегарегулятор осуществляет надзорную деятельность? Ну, вы поймите, они же сначала разворовали эти деньги. Мы уже обсуждали эту тему, она, в общем, простая... Да, но было 250, потом 350, теперь 462. Давайте зададимся вопросом. Более 700 миллиардов ФК открытия должен ЦБ. Зададимся вопросом. Вот у нас сидят у Люкаева 90-х на своих постах в Минфине, в ЦБ, еще где-то. И у них появляется возможность получить дополнительно денег и вывести их в офшор. Но это криминал. Они на государственной службе. Понимаете, в чем дело? А поскольку они элитная группа, то они твердо знают, что они не подсудны. Ну, как вот Чубайс, не подсуден? Они элитная группа. И, кстати, госпожа Васильева, упомянутая тоже, практически не подсудна оказалась. Почему? Потому что, еще раз повторяю, это элитная группа, верхушка которой не подсудна. Ни в одной стране мира элитная верхушка не подсудна. Но в других странах элитные группы, у них разные взгляды на судьбы страны, но все-таки они работают на страну. В нашей стране вот эта элитная группа, ее недаром прозвали Компрадоры, они продают нашу страну, у них бизнес торговать родиной. Сейчас они понимают, что это может быть последняя попытка. И в этом смысле это последний куш. Вот они прикидывают, ага, вот тут можно, ну триллион, не триллион, что такое триллион, это 30 миллиардов долларов. Ну хорошо, половину... Как легко вы перевели. Половина, 15 миллиардов... Не 30, 15. Так. 60. 60 уже, не 30, 60. Хорошо, 15, ну 5 миллиардов долларов. Вы сегодня узнали, что Михаил Хайзин не следит за валютным курсом. 5 миллиардов, ну у меня же нет валюты. 5 миллиардов, соответственно, на закрытие дырок, а 10 миллиардов конкретным... А что такое? Это сходило с рук 25 лет, почему они должны считать, А почему нет материальной ответственности руководства и вообще чиновников Центробанка за те действия или ту ослепленность, которую они имеют? Я могу сказать, почему. Потому что если дать команду, то после этого придется устроить то, что было в 37 году. Не круче. Потому что, напомню, в 37 году сидело меньше, чем сейчас. Вот расстреляно было больше. Вот, ну вы подумайте, да, чисто с точки зрения ощущения современного человека дать команду, по итогам которых вам придется несколько миллионов человек сгноить в тюрьме. Это просто страшно. Кроме того, для того, чтобы сгноить несколько миллионов человек, нужно создавать карательную машину. А карательная машина, у нее есть такое свойство, что ее запустить много легче, чем остановить. Вот что страшно. То есть, на самом деле, то, что произошло в 90-е годы, вот ужас приватизации состоит в том, что она привела к ситуации, при которой эта машина точно появится. Потому что у нас уже 100 миллионам людей есть нечего кормить детей. И поэтому эта машина все равно появится. А если такая машина появится, масса людей станут ее жертвами. И это страшно. Вот мне страшно. Михаил Хазин. Михаил Иванович, спасибо огромное. Пожалуйста. Здесь сейчас он со мной в студии прямого эфира телеканала «Царьград». Важный предметный разговор. Спасибо, что вы были вместе с нами. Спасибо моей коллеге Марии Ваткиной, которая внимательно следила за вашими вопросами, репликами и комментариями. По будням, господа, с 18 до 19 часов по Москве смотрите нашу аналитическую программу в прямом эфире телеканала «Царьград». Присылайте свои вопросы, реплики, комментарии. Участвуйте в обсуждении, предлагайте свои темы. Удачи вам и вашим близким. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова